Этот фильм будет о том, как сделать пенечек, бочку, лавочку на даче То есть вот такие садовые скульптуры с бетона Вот видите, именно в такую бочку будет каркас вываренный Как сделать вот такую малую форму Ну это в данном случае мусорки Вот смотрите, пенек Ну это будут такие вот фотографии А там будет небольшой мастер-класс Если можно назвать его так, будут каркасы сваренные А это вот образцы всевозможных цветочников, мусорок на даче То есть как это развивалось Этой работе уже лет 12 назад мы делали Это вот другие мастера присылали Все это можно делать и иметь у себя на даче Ну кому это важно и интересно То есть вот бетон, цемент позволяет А это вот такой вот первые работы моего зятя И вот вы увидите, как может человек взять мастеров и делать вот такие работы А этой работе уже 15 лет назад Она делалась в Москве Смотрите, пень со змеей И вот как бы корень, который змея имеется Пенек, который перехожит к грибам Это тоже десятилетия назад Это начало взгляда на такие вот работы Там как называемые малые формы А это вот уже там 2 года назад мы делали такие мусорки Для оформления пансионата То есть именно сюда ставится ведро И в это ведро кидается мусор А это вот тоже 15 лет назад мы сделали такую вот мусорку Которая находится на даче И там такое ведро, пакет И в нее можно там кидать мусор И выкидывать потом на мусор, сжигать А это вот такой вот цветочник Вот 2 котика обнимаются Это вот мусорка Мышка обожратая у банкира находится В зоне барбекю То есть суть одна и та же То есть каркасик, обтянутая сеточка Вот видите, замочек, барельеф То есть вот что хочешь можно делать Фантазию любой можно притворять в жизнь И вот так она выглядит А это теперь еще немножко в фотках будет А как сделать лавочку Потому что на этом фильме будет как бы 2 мастер-класса Ну немножечко собрано Как сделать лавочку Это вот у меня тоже 25 лет назад Одна из первых лавочек Которая у меня стояла во дворе Вот такая лавочка со змеей А это вот в ресторане Там 10 лет назад Вот такая тоже уже мы стали расширять Увеличивать как бы возможности И вот этого направления То есть это вот уже пошли бренды То есть пень, два ответвления И на пнях стоит лавочка И посередине скульптура Ну это как бы матрица Вот смотрите, пенек и колобок Это эконом-класс Коммерческий продукт для городских парков То есть стоит копейки И делается это быстро Ну это вот в Москве такая лавочка шахматная Вот находится там около Белого дома Пресненский парк Вот это тоже целое направление Этой работе уже 10-15 лет Этой работе 25 лет назад Это первая лавочка, которую я сделал там Давайте в 90-х годах Это мой дом был Я с него начинал То есть вот все это можно делать И с этого как бы начинание Начало шло вот таких малых форм А это будет, смотрите, мастер-класс Как это мы делаем Вот это идет у нас работа Каркасы Я вам показываю каркасы для бочек Эти бочки будут стоять около цоколя И вот так они выглядят И рядом параллельно идет работа Лавочку делать Я как бы вам совместный фильм показываю Потому что фильм короткий Мне приходится как бы два фильма Одновременно вам показывать Вот так делается лавочка Каркас под лавочку Но по лавочке будет отдельный фильм Там снималось параллельные лавочки Короче, там длинный фильм будет Как сделать лавочку Идет у нас оформление усадьбы Домик рыбака Вот смотрите, у нас уже там цоколь И с нее выходит водосточная труба На заднем плане И вот под эту трубу Будем говорить Заказчик захотел, чтобы поставили бочки Ну так вот бочки выглядят Смотрите, уже их черновую Понемножечко помазали Я не успел снять начало Или где-то мужа, но есть Потеряли его И вот рядом параллельно идет Работа, сварка Сварка лавочки Ну, фильм по бочкам короткий И поэтому я вам параллельно Не стал стирать Вот покажу, как мы начали делать Лавочку Но по лавочке будет потом Полноценный, очень длинный фильм Я его отдельно вам покажу Смотрите, такая лавочка То ли змея, то ли дракончик Вот каркасик будет Делается черновые работы Это такой коммерческий продукт Лавочка, видите, он его сейчас подмажет У меня очень хорошие подсобники Они сейчас ее замахают Пока я буду варить другую лавочку Мы сразу делаем одновременно две бочки И вон одна лавочка И вторую уже мажем раствором А потом я соберу фильм Вот как это все происходило А Толик, видите, делает бочечку Одну и вторую Одна бочка будет под ром А другая под порох Или из-под пороха Одна из-под рома Которую поставили Чтоб с крыши стекала вода А в ней будет стоять ведро Потому что Это остров И получается здесь туманы И вот крыша Она как бы Профильная черепица Или как Металлопрофиль Или как она правильно сказать И вот он конденсирует много воды И вода просто стекает И постоянно текет по дорожкам И вот заказчику Или как хозяину Или там рыбаку Это не нравится И он нам попросил Вот сделать Будем такую вот бочечку А вот вам параллельно Уже мы обтягиваем сетку Смотрите, такой на поток Еще лавочку не сварили А мы сетку ее привяжем И потом будем дальше Доваривать Будем говорить Такая лавочка бревно будет А на вот этой лавочке Бревно будет Такая громадная Щука стоять Вот видите Как вот так вот Ну когда есть люди И правильная организация труда То можно делать много работы Вот видите У меня сварщик есть Он до этого не варил Но мы его подлучили И он стал варить А этот смотрите Толик потихонечку Вот уже начинает вырезать И вторую бочку Она подхватилась О, далеке видно Вот эти трубы Соколек Вот там будет стоять Эта бочка на углу Я потом обзорный фильм сниму Покажу Видите, здесь написано Ром А здесь порох Ну Толик уже их часто делал Эти бочки Они идут и как цветочники И как мусорки Я не знаю Если так правильно сказать Ну цветочники давайте назовем Люди не любят Когда это говорят Мусорки И вот видите Он таким резачком Обрезает Подрезает Делает Вот такой Будем говорить Виде какой Аккуратненький И я бы так шатнул И все А он очень аккуратно И красиво делает Вот эту подрезку Вот этих досок Ну вот я Сейчас Возьму И начну умничать Ну так как мне Нож показывает И вот я вам показываю А давайте-ка вот сюда Мы помимо тех досок Еще и сделаем Вот такие Ну как бы Структурные Как кольца Или правильно Вот так вот Волокна дерева Смотрите Чик-чик И вот такая мелочь Она Ну как передает Больше реализма Ну надо встать Просто не лениться Выцарапать Хотя в принципе Можно было бы щеткой По металлу Ну все-таки Вот такие мелочи Они не испортят Эту бочку Ну чем вот этот Арт-бетон Если какой раствор Называть Он Вот он великолепно Поддается Вот этим Любым выцарапыванием Лепке То есть это Очень хороший материал Ну он Сильно мелких Работ не любит Поэтому А вот такие работы Ну с них Получается Ну где Большие Толстые Там Вот монументальные Работы Он арт-бетон Выдержит Вот видите Теперь я перешел А здесь уже сухо Ну пытаясь Прошкрипсти Вот смотрите Получается Здесь Ну правда Вот чем Будем говорить Цемент Цемент Мы работаем Цементом Турецким Там есть такая Присадка Которая ускоряет Схватывание Ну есть цемент Который Дольше схватывается А этот час Там два На жаре И уже видите Он уже готовый Как бы он Моментально схватывается Ну вот Я уже взялся Думаю Ну куда деваться Потому что Половина не дошкребешь И потом Ну уже думаю Дошкребу И вот такие вот Я волокна Делал Видите Рязачок Какой у меня Интересный Ну Каждому Рязачку Надо привыкать Вот Ну Толик привык Он этот любит Мастерок И он им работает Ну вот видите Я посек Вот эту бочечку Вот так она Смотрится И так это делается То есть в принципе Ну ничего там Реально сложного нету То есть Можно брать и делать Такие бочки Кому они нужны Ну вот получается Такие вот Дизайнерский ход Вот такой вот Все я положил Мастерок Ну Как говорится Акфин короткий Получается Как бы я параллельно Вам показываю Что мы делаем И лавочки Потому что Что-то же показывать надо Вот видите Лавочку обтянули А вторую лавочку Мы уже делаем Черновую И вот эту черновую Уже Мои парни Уже обмазали И он Видите Уже там свет Уже провели Там вот такой будет Светильник Пластиковый Видите Уже выкопали яму И даже Даже подключают Его сейчас Здесь будет датчик Датчик стоять На ночь Видите Как выглядывает И когда свет Будет выключаться То этот светильник Будет работать Он как и периметр Будет освещать И дизайнерский ход А видите Это уже Кора такая Сделанная И сверху Такой столик Будет Я еще пачку сигарет С бетона Может сделаю Ну По этой лавочке Будет отдельный Длинный фильм Я его соберу И покажу вам Вот видите Я сижу Вот это вот Не только Ну меня Как там Языком болтаю Видите Я шкребу Что-то там делаю Вот уже Ну Там Раствор мне привезли Или я зачищаю Наверное Все-таки раствором Сейчас пока Да Видите Вот это Ревно Надо подкидать Потому что Оно перестаивает Мы хотели Черновую Сделать И все Оставить на завтра А получается Что надо делать Сразу чистовую Потому что Это выгодно Сразу сделать чистовую Вот видите Вот так вот Я подмазываю Ну как бы Назовем Перила А перила Сделанная Будет в виде Такой Змейки Ну вот Видать тень Камера не выгребает Вот Сейчас посмотрю Вот видите Сейчас уже Видать Солнце Яркое И он Не соображает Этот Камер Вот как бы Небольшой Мастер-класс Я показал Вам по По пенечку И по Этому Будем По бочкам Вот видите Я сейчас Намахаю Такие царапины Типа Будет Кора И Потом Она так и Останется Ну будем говорить Вот эту лавочку Я сделал Как бы Ну за полдня Ну чистовую Ну как Потому что У меня были подсобники Ну правда Мы Полдня Варили Каркас Потом Натяжка Черновая Потом я Полдня Стал И И сделал Чистовую Ну при Хороших Подсобниках Это Возможно Это Такой Как бы Сучочек Делаю Потому что Все равно Надо Что-то Делать На этом Ну ветка Длинная И Вот такой Сучочек Смотрите Сейчас Хитрый Ход Сделаю И Необычное Немножко Другое Дело А сейчас Смотрите Продавлю Его И он Будет Так Как Ложбинка Вот Видите Я сделал Как бы Необычный Подход Сучок А вот Такой Как бы Выколнули Там Выгнившись Сучок Это Тоже Прием Можно Видеть Там Царапал А здесь Я его Просто Выдавил Теперь Обязательно Беру Замываю Кистями Потому что Кисти Кисть Ну это Важно Потому что Она Соединяет Вот эти Слоя Потому что Тот Слой Уже Постоял Он Пыль Пыль На нем Есть И Я Когда Его Размолаживаю Они Соединяются Два Слоя Потому что Цемент Моментально Схватывается Я За ним Не Успеваю То есть Ну это Работать С этим Турецким Цементом Тоже Ну Надо Иметь Определенные Навыки Потому что Надо Очень Быстро Работать Потому что Ну Сложно Ну Довольно Скульптуру Сложно С этим Цементом Делать У меня Был опыт Что Я Три Раза Пока Понял Что Цемент Быстро Схватывается Мне Три Раза Голову Медведя Пришло Делать Потому что Я Не Успевал Ну С Коррозией Успеваешь Как Будет Ну Надо Хорошо Замачивать И Дружить Виде Такой Коррозией Подворачиваю Такой Вот Вам Вспомогательный Фильм По Лавочке А Это Получилось У меня Нарезать Вот Таких Бочки Это Вот Такое Забирать Воду С Крыши Потому что Конденсат Идет И в этой Бочке Там Или Ведро Стоит Я Уже Не Помню Или Просто Чтобы Не Разбрызгалось Вот Вода Попадает В эту Бочку И Остается В ней И Опять И является Как Дизайн Потому что Постоянно Текет Постоянно Хозяину Не Нравится Ну Или Может Просто Вот Такая Вот И Задача Сделать Интерьер Вот Этой Бочки С фасадом И С соколем Дома Ну И смотрите Видите Окна Это Дом Рыбака Есть Отдельные Фильмы Как Мы Это Оформляли Как Этот Фасад Делали И Вот Смотрите Лавочка Потому что Не Получилось Ее Иметь Общую Фотографию Вот Так Она Выглядит На самом деле Уже Покрашенная И Вот Здесь Она Работает С На таких Пружинах Это Вообще Она В Динамике Она Качается Плывет И Даже На ней Можно Покататься Такая Задумка Была Сделать Такую Работу На Пружинах Так Что Бетон Позволяет Делать Что Захочешь Вот И Лавочки Цветочники А Это Видите Уже Попала Еще Такая Щука Это Дом Рыбака Вот Громадная Щука Которая Находится Во Дворе Редактор субтитров